Определить исходные точки для преображения города решил новый мэр столицы Абхазии Канкварчия. Для этого с инспекцией он объехал два района столицы Турбазу и Синоп, от Красного моста до Келосурского. Убрать все лишнее, отремонтировать ветхое, найти владельцев брошенных объектов, поручил и угловой администрации города в срок до нового года. На Красном мосту Канкварчия распорядился организовать движение транспорта по правилам, то есть обеспечить опасный участок у выезда с улицы Чанба дорожной разметкой. И убрать лежачий полицейский, установленный здесь вопреки всем нормам. Во-первых, поворот будет открыт, видно будет выезд. Оно вообще соображено очень большими частыми ДТП вот здесь. Вы предлагали вот здесь посередине. Здесь делают островок безопасности. Значит, сначала моста поставят предупреждающие знаки направления движения. Значит, правую сторону дать движение только направо, при выезде будет движение тоже направо. И данный лежачий полицейский, который установлен, он ни по одному ГОСТу не подходит к этому участку дороги. Также мэр города распорядился отремонтировать троллейбусную остановку напротив ресторана «Ирцах». Вообще все остановки, они не должны быть ни в чем ведении. Это остановка общественного транспорта. Мы можем привести его в порядок? Вот здесь жители просили. Да, газа. Давайте тогда подготовьте смету, смету подготовьте, мы пофинансируем все, что необходимо. Вот все, что нужно заменить, заменить, покрасить и поставить, значит, палочек. Варчи обратил внимание на участок Красного моста, поврежденный в результате аварии, и не на недострой, прилегающий к зданию Верховного суда. По словам мэра, необходимо обязать владельцев всех строящихся зданий соблюдать сроки или завешивать голый каркас с соответствующими баннерами. Или они должны достроить, в любом случае они должны его достроить в таком виде. Или тогда они должны занавесить его каким-то красивым проектом своего здания, как это делается везде во всех нормальных государствах. У входа в санаторий ПВО глава столицы обратил внимание на прилавки с сувенирной продукцией. По его мнению, несанкционированной торговли на тротуарах города быть не должно. Это просто неуважение своему городу и к людям. То есть, я так понимаю, что вот это все некуда. Это самострофа. Значит, все убирайте. Где службы соответствующие? Завтра же, сегодня вечером и ночью, значит, уберите. Если можете разобрать, разберите и дайте информацию, где оно будет находиться. Кто хочет, кому это нужно, пусть заберут свое имущество. Все, что здесь стоит, чтобы убрали. Я так понимаю, уже нету здесь документов. Конкварчи уверен, что у администрации города хватит полномочий и средств для того, чтобы упорядочить уличную торговлю, где бы то ни было. По его словам, место для всех видов подобной деятельности на примете уже есть. Главное – заручиться поддержкой предпринимателей и жителей столицы. Только ленивый не говорил мне, чтобы я навел порядок. Да, это друзья, товарищи, горожане города Сухум. Только ленивый не говорил, чтобы порядок не навести. Тогда, если хотят, чтобы порядок навели, они должны с пониманием, как к этим вещам относиться и по возможности поддерживать в наших начинаниях. Если будет понимание, поддержку, мы все сделаем. Вот просто так вот сказки не будет, сказку надо создать. В районе Мока-пляжа Марсухума стал выяснять, кому принадлежат два строения, прилегающие к железной дороге. Оказалось, что сегодня эти здания находятся в дополнительном списке памятников архитектуры. И поэтому владельцам придется привести их в надлежащий вид. Беря баланс на свой баланс, любое управление, любое министерство должно понимать. Они должны нести ответственность. Вот они взяли. А какие обязательства? Да. Где обязательства их? Где их крыша накрытая? Где уборка территории прилагающих? Судьба Синопского дома культуры также беспокоит мэра города. По мнению Кварчия, здание, где когда-то проводился чемпионат мира по шахматам, где пел Высоцкий, не должно так бесхозно пропадать. Это же недопустимо такое. Я настолько знаю, с рук в руки переходит, как переходящее знамя. Просто идет издевательство на один дом. То одним продавали, то другим продавали. В конечном итоге, возы ныне там. Заправочная станция в Синопе, представляющая собой будку с канистрой, также не должна больше находиться в этом самом месте, считают и мэр города, и главный архитектор столицы. Как Вы представляете, вообще это нормальное мнение? Нет. Ненормальное мнение, правильно? Ну, значит, давайте тоже мне информацию по хозяину, по всем документациям, по всем разрешительным делам, какие есть. Смотрите, у нас, значит, сзади находится остановка, мы ее закрыли. На Килосурском вокзале Канкварчия намерен убрать залежи строительного мусора, уже поросшие молодыми деревьями. На помощь он призвал Абхазскую железную дорогу. Я предлагаю, мы можем помочь Вам техникой. Все остальное, значит, ну, профинансировать своих людей, там, топливо и так далее, и так далее, ну, наверняка Вы, если сможете, на себя возьмите. То есть мы не хотим все время на Вас положить техникой, мы Вам поможем. Значит, топливо и, значит, людьми Вы подсобите. Все остальное мы готовы даже вывезти, увезти. По мнению директора спецавтохозяйства Алхаса Кугони, сделать это будет нетрудно. Мы для этого найдем, здесь нету вонючего мусора. Здесь у нас есть место, куда складировать, здесь в основном грязь. И так вот, здесь мы найдем, здесь городской черте. Здесь жизнедеятельности людей нету? Нету там. Там в основном строй мусор. Привести в порядок подземные переходы в Синопе, сделать его более удобным и для его жителей, и для туристов, которые очень любят этот район, распорядился Канкварче. Заручившись поддержкой начальника в управлении администрации города и других служб, без помощи которых преобразить столицу будет невозможно. Это наш город, и совершенно верно ставите вопросы, и все мы должны работать на этот город. Независимо, республиканская дорога, городская дорога, мы все здесь живем, и это наша столица. Результат от самых объемных распоряжений сегодняшнего дня Канкварче ждет не позднее, чем закончится 2019 год. Параллельно ведется работа и в других районах столицы. За процессом их выполнения пристально следить будут все жители Сухума, в том числе и с помощью журналистов.